Всем привет, меня зовут Илья. Не так давно, где-то в начале лета, я снимал видео про популярные басовые боксы, паттерны для новичков, и не только для новичков, лики, которые работают, которые эффективно и хорошо звучат. Видео, кстати, довольно неплохо просматривалось. Ну, действительно, как бы простые способы, но при этом довольно крутые. Без лишней воды то, что действительно работает. Но на самом деле, просто игра ликов, каких-то паттернов, гамм, этого на самом деле недостаточно зачастую для полноценного освоения инструмента. Поэтому сегодня такое видео будет о том, как расширить свое видение грифа, расширить эти лики, расширить гаммы, расширить вот это вот видение горизонтальной грифа. И мы сегодня будем играть от открытых струн паттерны, такие пассажи, которые довольно универсальны, и посмотрим, что с ними можно сделать и для чего они будут полезны. А делать мы это сегодня будем от открытых струн ля и ми. Собственно, это третья и четвертая струны. Почему именно так? Потому что ля и ми – это самые ходовые тональности, одни из самых популярных в песенных формах в рок- и поп-музыке. И очень много песен написано именно в этих тональностях, именно такие гитарные, басовые тональности. И поэтому очень полезно знать и полезно выучить эти пассажи, которые я сегодня расскажу. Соответственно, я буду это делать от открытых струн, мы посмотрим ля минор сегодня в основном и ля мажор. Соответственно, зная вот эти пассажи, о которых я сегодня буду говорить, вот эти вот паттерны, вы сможете подыграть большому количеству песен, придумать филы, в большинстве случаев, которые будут работать, придумывать какие-то соло, мелодии. Соответственно, такой универсальный, самоиспользуемый тональный, самоиспользуемый паттерн. Также мы будем сегодня учиться менять позиции Потому что это очень важно Мы будем играть как бы паттерн гаммы не только в одной позиции А именно горизонтально по грифу двигаясь и меняя плавно позиции Это тоже очень важно и полезно в этом видео Значит, давайте сыграем Опять же, начнем с ля минора Допустим, сыграем обычный ля минор и дойдем до верха грифа, до 14 лада Смотрите Вот я дошел до ля Мы начали с открытой ля И дошли, как бы сыграли две октавы и пришли в третью Но дальше мы не будем развивать Дойдем пока до 14 лада Соответственно, у нас получается такой паттерн, с которым мы можем делать очень много всего Например, мы можем сыграть вверх гамму А здесь уже можем делать что хотим И, например, можем сыграть арпеджи И прийти в ля уже на пятом ладу Я здесь играю арпеджи И заканчиваю пентатоникой То есть здесь мы можем комбинировать различные варианты И у нас получается вот такой вот паттерн Мы охватили большое количество ладов, большое количество нот И сыграли целую гамму плюс арпеджи и еще завершили пентатоник Давайте же разберем, что мы здесь сыграли Первая позиция Нота ля открытая И играем до седьмой ступени Дошли до ноты соль Далее меняем позицию Вторая позиция Третья с указательного пальца Три позиции Вот таким вот образом Здесь можно Также огромное количество вариантов Кому как удобно выбирать аппликатуру Например, можно сыграть вот так Второй вариант Но я выбрал именно третью С указательного пальца Третью позицию Чтобы вверху охватить больше количества нот Давайте же сделаем то же самое Только с мажорной тональностью С открытой ля Соответственно, сыграем ля мажор Разложим его так же по грифу Такой же сделаем пассаж Используем минимальное количество переходов Минимальное количество смен позиции Также используем мажорную гамму Арпеджио вверху И в конце пентатонику По той же аналогии, что и с минором Давайте попробуем Открытая ля Вот таким вот образом Еще разок Первая позиция Вторая позиция Третья Мы дошли до ля 14 лад И играем в низ Арпеджио Доходим до ля Опять И заканчиваем последней Четвертой сменной позиции Мажорной пентатурик Соответственно, то же самое Что я бы сыграл так Мажорной пентатурик Я переношу просто сюда И заканчиваем ля на пятом ладу Получился такой интересный пассаж Тут может быть миллион вариантов Миллион комбинаций Можно добавлять какие-то хроматизмы Можно остаться вверху Например, в нашей вот этой третьей позиции Я могу пойти вверх И здесь какую-то позицию найти Главное здесь на четвертой ступени Не зацикливаться Она тут не так хорошо звучит Соответственно, и мы переходим в пентатонику Последняя В общем, огромное количество вариантов здесь Что мы еще можем сделать? А мы можем также разложить и арпеджио Минорный и мажорный От открытой струны По всему грифу Смотрите, как это будет выглядеть Например, минор Я сыграл арпеджио Первая позиция Первая, третья, пятая, седьмая Первая, третья, пятая, седьмая И первая Дошли до 14 лада И дальше я повторяю ту же схему С арпеджио вниз И заканчиваю, соответственно, пентатоникой Также знание арпеджио Это очень важно Это основные тона аккорда Это первая, третья, пятая и седьмая ступень В данном случае Септ аккорда Арпеджио септ аккорда у нас Малого минорного Ля минора Давайте разложим также и мажорное арпеджио От открытой струны Ля И я бы здесь играл именно вот так Вот такой получился у нас пассаж Здесь также у нас столько же позиций Первая позиция От открытой Ля Первая, третья, пятая, седьмая Меняем позицию Первая, третья, пятая, седьмая И 14 лад, первая опять Обивание Поднимаемся по арпеджио в Ля На 12 ладу И играем пентатонику Сменяем позицию на 4 позицию И приходим в Ля В пятый лад Вот такой вот пассажик Тоже очень полезно его будет знать И применять В мажорных тональностях Также помимо гаммы Арпеджио и пентатоники Мы можем добавлять хроматизмы Проходящие блюзовые ноты По вкусу, по цвету и так далее Давайте посмотрим Например у нас Ля минор тональность Попробуем такой фил сыграть Вот таким вот образом Тут мы просто добавили хроматизмы Пентатоника В общем все, что намешано И можно получать такие прикольные заполнения Разные варианты Комбинаций может быть миллион Я только буквально чуть-чуть Вот то, что смог успеть Какие-то варианты вам показал Вот так вот Давайте же подведем итог В сегодняшнем видео Мы сегодня с вами, дорогие друзья Разложили минорную и мажорную тональность От открытой струны Ля Сыграли такой пассаж Получили Также посмотрели Различные смены позиции В этом пассаже используются разные приемы Это гамма Это арпеджио Это пентатоника Где-то хроматизма добавили Получили какое-то заполнение интересное С хроматизмами Выучили В общем это максимально полезно Еще раз повторюсь почему Потому что тональность Ля Минор, Ля мажор Это довольно ходовая тональность От открытой струны От открытой струны Также ходовая тональность Ми Ми минор или Ми мажор Но мы сегодня не разбирали Это вам домашнее задание Посмотреть По той же аналогии Можно и построить вот эти паттерны С открытой струной Ми Это очень полезно еще потому Что мы посмотрели разные позиции Смены позиции Мы посмотрели позицию внизу В районе аккомпанемента Мы посмотрели позицию вверху В районе 12 лада 14 Где можно поиграть соло Какие-то связанные моменты Связывающая позиция Между первой позицией И вот этой третьей нашей получившейся Мы получили меньшее количество смен позиций И при этом охватили большее количество нот Это довольно интересно Это довольно полезный навык В общем вот такое было сегодня видео Дорогие друзья Надеюсь было полезно Надеюсь позанимались Так сказать повод взять бас в руки Повод стряхнуть пыль Позаниматься Сегодня такое вот именно обучающее Теоретическое, практическое видео Вот такое серьезное Можно так сказать видео Вот так вот По традиции Обязательно подписывайтесь на канал Обязательно ставьте колокольчик Заходите на Boosty Там будет нотное приложение Полное к этому видео Будет в PDF файле Оформлено фирменно в моем стиле Я заморачиваюсь над этим Оформляю все То есть сами табы, ноты И сразу боксы Сразу схема к этому То есть вы можете наглядно видеть Табы плюс схема Табы схема Ноты схема и так далее Например вы сыграли Вы учили по Саше У вас есть схема Вы посмотрели И по этой схеме Вы можете например Свои какие-то рифы Свои филы Попробовать как бы посочинять Также группа ВК Также есть у меня телеграм И все прочее А на этом сегодня все Дорогие друзья Такое было видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok